Привет, город! В студии с вами я, Наталья Хорошилова и команда Сигма. Ну вот мы и дожили до вечера пятницы. Впереди нас с вами ждет волшебное время – выходные. Предлагаю вам устроить маленький беспорядок в упорядочной системе обязанностей. Но сначала новости. Мы начинаем. Суточный прирост 26 февраля принес 38 новых случаев COVID-19. Среди них 22 вахтовика. Оставшиеся 16 человек в населенных пунктах. В городах лидер по суточному приросту Новый Уренгой – 8 новозаболевших. В больницах округа находятся более 200 человек. 13 – в тяжелом состоянии. 3 пациента – на ИВЛ. В Новом Уренгой не стало мужчины 69 лет. В округе тем временем продолжается кампания против коронавируса. В регион поступило около 5000 доз вакцины гам-ковид-вак. Из них тысячу направили в Новый Уренгой. Главный эпидемиолог страны Николай Бреко выступил с заявлением, что в следующий осенне-зимний период в России может быть новый подъем по коронавирусу. Спад заболеваемости ожидается к лету. Суточный прирост в стране среди заболевших – более 11 тысяч человек. Скончались – 428. Выздоровели – почти 16 тысяч россиян. Новый Уренгойские мамочки начинают заботиться о своем чаде еще задолго до его рождения. В местной женской консультации работает кабинет антинатальной охраны плода. В среднем в месяц его посещают более 100 беременных женщин, вставших на учет. Очень важно на раннем сроке выявить различные отклонения или пороки развития плода. За последний год из полутора тысяч беременных только у троих обнаружены аномалии развития, несовместимые с жизнью. Хотелось бы, конечно, призвать всех женщин города Нового Уренгу и наблюдаться именно в государственном бюджетном учреждении, потому что все-таки исследования, которые мы проводим, они проводятся по стандарту, согласно клиническим рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения. То есть мы несем ответственность за здоровье наших пациентов и их малышей. У нас также проводится ультразвуковое исследование на аппаратах экспертного класса со специалистами, которые имеют сертификаты международного образца. Вот вам история. Подключить воображение придется только частично. Представьте, на улице сильные морозы, холод. Вот вы добегаете до подъезда, затем до квартиры, чтобы наконец согреться, но не тут-то было. В доме холоднее, чем на улице. И что же делать, тем более, когда бездействует управляющая компания. В нашем сюжете реальная история жильцов микрорайона Советский. На улице было минус 27 или 28, батареи у меня показали 54-55. На следующий день на улице 37, у меня батареи 54-52 также показали. Я им очередную заявку, на день три заявки дал. Мне в аварийной службе сказали, что мы столько заявок в сутки не принимаем. Я говорю, я хоть тысячу могу заявок продать. Градус полемики однозначно выше температуры в подъезде и в квартирах жильцов микрорайона Советский. В один прекрасный день людям надоело мерзнуть в собственном доме. Регистры отопления не выдают нужную температуру. Это, наверное, теплогенерация, в принципе, исполняет свои обязанности по этому поводу. А вот управляющая компания, как раз-таки, на чьих плечах, в принципе, содержание всей инженерки, видимо, не особо справляется. Но и это лишь одно из зол. Словно насмешка, что к имеющемуся холоду смело можно добавить сломанные двери. Постоянный сквозняк в подъезде. От этого в квартирах, в принципе, холодно, потому что вот эти вот стены, это все стены трехкомнатной квартиры, ванна, туалет и кухня, они просто ледяные. По словам жильцов, управляющая компания «Уютный Север» ежегодно латает швы дома. Однако проблему с утеплением такая работа не решает. Замерзающие жильцы уверены, не поможет и капитальный ремонт, который запланирован на ближайшее время. Она очень горячая, она где-то градусов 87. Это как раз мимая, которая поднимается на девятый этаж, а потом спускается к нам по батареям. Решение такой локальной в масштабах всего города проблемы не обошлось без главы города. Андрей Воронов проверил батареи в подъезде и в квартирах, отметив окна, которые не менялись с момента постройки дома. Хотелось бы к кулингуевцам обратиться, просьба не сидеть, не молчать. И недовольство нужно оформлять свое. Упризионные бумаги есть жилонадзор, есть администрация. Если есть инициативные горожане, готовые взять на себя ответственность за свою собственность, в том числе вы имеете право не только создать ТСЖ, сменить управляющую компанию, вкладывать деньги непосредственно в капремонт по своему усмотрению, то есть это вот о чем мы говорили по спецсчету, то есть непосредственно взять управление своим домом на себя. Перед коммунальщиками сейчас стоит несколько задач. Проверить теплоузлы, устранить проблемы с подачей тепла, заменить двери и сделать ремонт входной группы. Если собственники жилых помещений не найдут, так сказать, общий язык с управляющей компанией, то мы, как органы, управляющие жилищным фондом, так сказать, способствующие, окажем собственникам непосредственно помощь в создании ТСЖ. Инициативные жители дома собственный комфорт намерены взять в свои руки. Ну а пока управляющая компания проведет по квартирный обход, чтобы решить проблемы дома. Лала Гасанова, Феликс Расихин, Терадио, компания «Сигма» для НУР-24. Ну а теперь о стройках. В Новом Иренгое продолжается строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне строителей. В трехэтажном здании разместятся 17 групп. В садике предусмотрены бассейн, спортивный зал, соляная пещера, фитобар и другие кабинеты. Посетил глава города и строящуюся пятиэтажную детскую поликлинику с женской консультацией. После сдачи объекта его смогут посещать до тысячи детей и до 300 женщин в день. В детской поликлинике начнут вести прием врачи-педиатры и узкие специалисты. Здесь все идет строго по плану. Куда более пристальное внимание. Обращено к строительству бассейна «Юность». Первый объект. В Оренгое? Да. Чтобы не последним стал, я предупреждаю. Мы не подводили еще ни разу. Скандальную стройку отдали московской компании «Авиапромстрой». Согласно требованиям закупки, застройщик построит еще один этаж бассейна, после чего спорткомплекс станет трехэтажным. Закончить работы фирма должна до 20 декабря 2021 года. К радости есть динамика положительная. Особенно видно это по садикам и по поликлинике. Понятно, что два объекта высокой степени готовности. Морозы им не сильно помешали. Поэтому главной причиной приостановок работа – это была нехватка рабочей силы. Но мы сегодня с вами убедились на объектах больше сотни рабочих. На детском садике и на поликлинике работа кипит. Мы уже четко понимаем, что в этом году мы эти два объекта точно получим. Власти города продолжают наблюдать за организацией питания детей. На этот раз Андрей Воронов наведался в четвертую школу. Опробовал разнообразие блюд и отметил, что лично ему все понравилось. Напомню, в связи с большим количеством жалоб от родителей и детей на качество еды. Администрация плотно взялась за этот вопрос. Уже в феврале руководство школ разработали новые меню с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Изменения в получении пособий и других выплат, новшества в ПДД, а также реставрация госуслуг. Все это ожидает россиян уже в марте. Об этом и других нововведениях расскажем в коротком обзоре. С 1 марта в ПДД появится новый знак фото- и видеофиксации. Фактически он заменит собой аналогичную табличку, которая не может использоваться одиночно. А уже с 1 сентября знак дополнительной информации окончательно исчезнет из правил дорожного движения. Станет обязательной фото- и видеофиксация проведения техосмотра. Диагностические карты станут полностью электронными. При этом пункты проведения техосмотра ограничат в количестве карт, которые не могут оформить за день. Кроме того, подозрительные диагностические карты может аннулировать МВД. В Евразийском экономическом союзе, в который входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, появится единый свод требований к качеству лекарств. Создатели новой фармакопеи ориентировались на лучшие мировые аналоги. Качество препаратов на рынке повысится. Госуслуги в марте ждет глобальное обновление. Портал станет более технологичным и подготовленным к высоким нагрузкам. Известно, что ведут и 20 самых популярных услуг, а к концу 2021 года это число достигнет 100. Появится на сайте и голосовой помощник. Также 1 марта станет последним днем, когда в стране действуют некоторые временные меры, связанные с пандемией. Теперь со 2 числа не действует обязательное назначение детских пособий малообеспеченным семьям. Для продления выплат на новый срок необходимо снова подавать заявление. Помимо этого, семьи обязаны извещать соцорганы о смене места жительства. Завершаются сроки и других соцмерт. 31 марта прекращается упрощенный порядок регистрации безработных и выплат пособий по безработице. Также истекает срок действия детских выплат. Речь идет о 5000 рублей на детей до 8 лет. Если вы еще не успели подать заявление, сейчас самое время. А вот банки и микрофинансовые организации смогут отказаться от предоставления кредитных каникул. Вернутся и штрафы за просрочку задолженности. Ироника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Там обсудили возможные меры, которые помогут снизить число ДТП. Только за прошедший год произошло 45 аварий с летальным исходом. Причина – несоблюдение ПДД. Сейчас на немальских дорогах стоят 52 комплекса фото-видеофиксации, в том числе 12 аппаратов для измерения средней скорости. В этом году планируют установить еще не менее 4 таких комплексов. Дмитрий Артюхов также отметил, что на опасных участках, а таких в округе около 30, установят шумовые полосы, а также оборудуют спецзнаками 13 пешеходных переходов. В надлежащий вид приведут тротуары и освещение. Задачка для учеников школ вождения. Перед пешеходным переходом стоят два автомобиля. Светофор горит красным, но одна из машин едет на запрещенный сигнал. Вопрос, как поступит водитель второй машины, узнаете из рубрики «По пути». Вот оно, то самое видео. Водитель джипа едет на красный, а за ним, повинуясь стадному инстинкту, трогается легковушка. Видимо, нарушать за компанию веселее, чем в одиночку. А здесь большой автомобиль перестроился без поворотника. Вроде бы мелочь, но в условиях плохой видимости, да еще и по соседству с пассажирским автобусом, такое пренебрежение к правилам безопасности может выйти боком. Причем не только нарушителю. Ничему-то его жизнь не учит, хочется сказать, глядя на эти кадры. Легковой автомобиль может двигаться только влево, но никак не прямо. Судя по всему, его владельцу к ударам судьбы не привыкать. Хочешь свернуть направо? Будь добр, заранее перестройся в правую полосу. А не так, как получилось здесь. Что сподвигло водителя кроссовера совершить такой пируэт, мы уже не узнаем. Но можно догадаться, как отреагировал водитель автобуса. Хорошо, что притормозить успел, а то бы пришлось оформлять ДТП. Некоторые автомобилисты, кажется, сами напрашиваются на большие неприятности. Да еще и других в них втягивают. Вот что бывает, когда у тебя не хватает терпения пропустить всех, кто движется по главной дороге. Детский сад «Снегурочка» так и манит желающих нарушить правила стоянки. Знак стоит на том же месте, меняются лишь машины. Парковаться здесь можно только для того, чтобы высадить пассажиров. И не более чем на 5 минут. Исключение сделано для инвалидов, работников почты и таксим с включенным таксометром. Если вы увидели нарушение, присылайте свои фото и видео на редакционный Вайбер или Ватсап. Мы обязательно их покажем. Соблюдайте им дорожные этикеты. Помните, за вами наблюдают. Юлия Пегуш на телерадиокомпании «Сигма» для НУР-24. А теперь к самому интересному. Общественное мнение. Мы сделали подборку новостей, в которых вы оставили свой след. Смотрим итоги опросов с сайта НУР-24. А у вас она есть? Та самая подушка, с которой спокойнее и приятнее засыпать. Я про финансовую подушку, конечно же. Исследователи выяснили оптимальную сумму накоплений россиян на черный день. Но чем не повод для опроса? Сколько же необходимо среднестатистическому гражданину для комфортной жизни при смене работы, тяжелой болезни или локдауне? Исследование, в котором приняли участие россияне, говорит о необходимости иметь от 6 до 9 ежемесячных доходов на черный день. Если прикинуть в уме, то выходит много. Мы задали вопросы нашим читателям. Среди них 12% выбрали вариант про накопление более 1 миллиона рублей. В заначках 14% наших читателей суммы пока с 5 ноликами в конце. Тоже неплохо, я вам скажу. Большинство проголосовавших, кажется, любители испытывать удачу. О финансовой подушке даже и не думали. Еще вопрос про ваши финансы. Исследователи HeadHunter выяснили, что каждый шестой житель Урала тратит больше половины зарплаты на кредиты. По результатам исследования выяснилось, что зарплата 42% жителей округа удовлетворяет все их потребности. 31% хватает денег с большим трудом. 27% не имеют средств даже на самое необходимое. А сколько процентов зарплаты уходит на кредиты у вас? 31% как от сердца отрывают больше половины зарплаты. Больно, друзья, но вы держитесь. 24% наших читателей с кредитами вообще дел не имеют. Собрание депутатов поселка Харп решило сменить прописку и статус своего населенного пункта. Вместо самостоятельной административно-территориальной единицы в составе Приуральского района муниципалитет хотят присоединить городу Лабытнанги в качестве микрорайона. С похожей инициативой выступили жители поселка Пурпе, которые хотят выйти из Пуровского района и присоединиться к Губкинскому. Такие изменения должны упростить для жителей поселка в доступ к государственным услугам и территориально сблизить их с властью. Ваше мнение на такую новость, конечно, тоже интересно. Как лучше поступать с небольшими поселками? Почти 90% выбрали вариант с присоединением к городам. С опросами все. Заходите на сайт, знакомьтесь с новостями и оставляйте мнение. Анна Попова, Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас слово Любови Ламака. Наш информационный блог продолжает программа «Патруль». У меня же все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова